В этом году в процесс принятия окружного бюджета на 2021 год и на плановый период по предложению окружного депутатского корпуса были внесены изменения. Одним из таких нововведений стали депутатские слушания по проекту окружного бюджета, которые прошли в региональном парламенте 18 ноября. По сути, депутатские слушания завершили первый этап рассмотрения окружного бюджета в нулевом чтении. К нему представители исполнительной и законодательной власти округа подошли основательно, с прогнозируемой доходной и расходной частью начали знакомиться и обсуждать детально еще в сентябре. Позже, после поступления проекта бюджета 20 октября в собрание депутатов, на профильных депутатских комиссиях рассмотрели статьи расходов всех главных распорядителей бюджетных средств. Такой подход к процессу рассмотрения окружного бюджета, по мнению депутатов, имеет положительный эффект. Сначала мы изучили непосредственно работу в других регионах по бюджетному процессу, ну как проходит рассмотрение бюджета. И было принято решение, ряд решений о том, чтобы мы начали рассматривать, как уже сказано было, мы в нулевом чтении вместе на площадке администрации, вместе с ГРБС. С сентября месяца приступили к рассмотрению бюджета и депутаты уже делали свои предложения. С учетом замечаний, предложений и рекомендаций окружного парламента, проект бюджета на 2021 год и плановый период на депутатских слушаниях представила руководитель Департамента финансов Неницкого округа. В целом доходная часть бюджета на следующий год прогнозируется в размере 20 миллиардов. Расходы составят 22 миллиарда 357 миллионов. Дефицит бюджета 14,7%. Следует отметить, что в бюджетном законодательстве эта цифра не может превышать 15%. Положительную практику рассмотрения бюджета в нулевом чтении отмечают и в главном финансовом органе округа. Суть изменений в том, что депутаты, если раньше у нас практически у них не было времени между, допустим, первые мы только доходы рассматривали, общие параметры, а потом быстро пробегали расходы. Сейчас уже с нулевых погрузились каждый депутат, каждая комиссия в расходы, понимая сложность бюджета, особенно этого, допустим, следующего года и этого года тоже. Поэтому я хочу сказать большое спасибо депутатам, что они прониклись и поняли, что есть ряд каких-то излишних расходов, что-то может быть нужно, что-то и многое нужно оптимизировать. И действительно разделяет ту ответственность по формированию бюджета, который мы выносим. Он стал, вот мое мнение, на сегодня он стал общим делом и депутатского корпуса, и администрации. Бюджет, он более получился народный, обсуждаемый, если он раньше в рамках каких-то проходил, то сегодня на самом деле это депутатские обсуждения, затем еще отдельно будут публичные обсуждения, то есть больше людей будут вовлечены непосредственно в работу бюджета на 2021-2022 года. На этом работа над бюджетом 2021 года и на плановый период не заканчивается, отметил, завершая депутатские слушания, спикер регионального парламента. Ближайшая сессия, которая состоится на следующей неделе, мы фактически в первом-втором чтении бюджет принимаем. Дальше принимаем, и потом идут у нас поправки, мы работаем и примем текстовую часть. Далее, этим работа наша не ограничивается. Мы, соответственно, будем руководствоваться сегодняшними рекомендацией, раз, планами работ, как я уже сказал, комиссии, два, и теми вопросами, которые у нас неизбежно будут на дальнейших сессиях, когда мы принимаем изменение бюджета. Это тоже живой организм. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал «Север».